Если раньше фонды капитального ремонта многоквартирного дома формировались по результатам собраний собственников жилья и зачастую необходимые работы не производились, то теперь на основании принятого закона за надлежащим техническим и санитарным состоянием многоквартирных домов будут наблюдать либо региональные операторы, либо ТСЖ. А это значит, что каждый из собственников жилья должен перечислять средства на тот счет формы управления, которая была ими выбрана. Тариф, утвержденный органом региональной власти, субъекта Российской Федерации, составляет 5 рублей 32 копейки на один квадратный метр. Плановые периоды проведения капитального ремонта определены региональной программой капитального ремонта. С ней может каждый житель ознакомиться на сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в разделе «Региональная система капитального ремонта». Созданная региональная программа позволит накопить средства не только на проведение капитального ремонта, но и на повышение энергетической эффективности, оплату работ по подготовке технического и энергетического паспорта многоквартирного дома. Есть разные мнения. Некоторые, как говорится, еще не осознали, что это такое. Но многие уже понимают, что другого варианта, как говорится, пути нет. Значит, естественно, надо понемножечку откладывать, понемножечку собирать, как в доме, в любой квартире происходит, что человек для того, чтобы что-то отремонтировать или что-то купить, он собирает деньги. Система работает на возвратной основе, но опасаться того, что собранные деньги уйдут на ремонт одного дома, а на другие средств не останется, не стоит, так как действующим законодательством установлены лимиты и сроки по возврату средств на счет регионального оператора, учредителем которого является администрация Краснодарского края. Отделение этой организации в Сочи откроется осенью. Сбор средств по программе, рассчитанной на 30 лет, стартует в ноябре. Татьяна Нагорская, Борис Осень, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok